всем привет мои хорошие с вами селена свей и сегодня я хочу снять видео просто поделиться просто поделиться тем что происходит у меня на душе и как я с этим справляюсь мне кажется что это видео может быть полезно многим главным образом оно не сделано для того чтобы по поплакаться или пожалиться мотивация этого видео главным образом исходит из того что я очень много вам рассказываю о том как справляться с переживаниями о том как нужно взглянуть на ту или иную ситуацию о том что может помочь справиться с какими-то трудностями в жизни абсолютно разными да но хорошо когда это говорится особенно тогда когда ты что-то испытываешь подобное и не просто когда ты в хорошем настроении у тебя счастье лучится да все из тебя искрится в таком состоянии очень легко вещать и рассказывать о том как справляться с теми или иными вещами давать советы вот и намного сложнее а даже не сложнее а возможно и по-другому до становится когда ты испытываешь какую-то боль вот и мне хотелось бы просто поделиться с вами потому что я не так часто делюсь с вами в последнее время какими-то душевными моментами это видео такое тяжеловато немного для меня не обращайте внимание на эмоции потому что я никогда слишком близко к сердцу ну не беру эмоции слезы да вот я сейчас вам рассказываю о том что я переживаю да и не принимайте близко к сердцу мои слезы кому-то возможно посмотрев на меня станет очень горько где-то да и за меня может быть больно и обидно но я не хочу чтобы вы воспринимали эти эмоции как что-то такое что мне там нужна помощь да и что мне сейчас там так сложно и так далее я справляюсь как раз таки для этого я решила записать это видео чтобы не быть голословной и рассказали вам о том что помогает мне переживать некие события в моей жизни некие некие болезненные ощущения и слезы это всего лишь эмоции которые у меня возникают каждый раз когда об этом говорю или думаю но я считаю что не нужно просто уделять много энергии своей боли и своим каким-то недугом так как я села сейчас вам записывать это видео соответственно я начинаю сейчас ворошить по самой больной точки мозоли как говорится да поэтому физически мое тело выдает слезы я даже ловлю себя на каких-то эмоциях из-за чего не эмоциях а мыслях которые возникают и почему я начинаю плакать но слезы для меня это я часто плачу я могу плакать от фильмов от радости от восхищения чему либо вот в общем к сути сложно видите начинаю говорить я не знаю может быть это видео даже не выйдет сейчас я его сниму посмотрю я за не могу и поплакать и посмеяться не так давно в моей жизни начали происходить разные события я начала испытывать разный спектр эмоций всяких разных а вы возможно это замечали какие-то перемены периоды в моей жизни что я по-разному выгляжу по-разному говорю конечно от вас ничего не скрыть все вы замечаете все вы где-то видите но я уже повторялась и повторюсь что не все к сожалению я просто могу рассказывать вот реально просто могу потому что это небезопасно и все все одна эта мотивация у меня нет каких-то секретов таких больших и серьезных чтобы я там скрывала и вот нет вот от вас именно вы здесь ни при чём вот в 90 процентах случаев вы ни при чем и может быть какие-то моменты которые я не договариваю потому что я считаю что просто это не нужно знать большой аудитории потому что я знаю мнение масс да то есть как мы знаем например да там большинство людей считают вот так на или большинство людей считают вот так и от того что я знаю что большинство людей считает так если я скажу вот это, например, да, то большинство людей будет говорить это, это, это. Я как бы это всё знаю, предугадываю, и я не хочу этих разглагольствований, не хочу, чтобы эту тему мусолили, потому что я на неё смотрю как не большинство. Ну и как бы 10%, да, это из-за чего я могу не говорить. В 90% случаев вы здесь ни при чём, правда, у меня вот нет, что прям вот скрывать такого, и с любым из вас, возможно, ну, я могла бы где-то сидеть, и мы бы познакомились там, да, и общались бы как-то, и я бы ничего не скрывала. Ну, не так, чтобы мы прям познакомились, и я давай сразу рассказывать всё, как у меня там личная жизнь, да, всё, что за кадром всегда, да. Ну, я к тому, что при более тесном общении я никогда ничего не скрываю от людей, как бы, ну, не вижу здесь какого-то ужаса, чтобы можно это было скрывать. Но для массы, для большой аудитории я предпочитаю какие-то вещи не афишировать и не оглашать. Вот, но какие-то, что касается моих эмоций внутренних и всё такое, вы всё замечаете, всё видите, видите, как я меняюсь, если я переживаю, то мне это сложно скрыть, хотя я стараюсь, и иногда у меня получается, сейчас, кстати, скажете, как получается или нет. И за последнее время в моей жизни произошло очень много разных таких событий, мелких и крупных, и просто мой эмоциональный фон, он вот так вот делался, и был период, когда мне было сложно снимать видео, потому что просто моя голова вся занята другим, очень какие-то новые опыты, новые периоды в моей жизни и новые эмоции, и, короче, всё это сказывается и на мне, и на канале, и всё такое. Но не так давно, не так давно относительно, не так давно, уже прошло какое-то время, уже было выпущено немало видео после этого события. Но что у меня сейчас на душе? Состояние, чтобы вы понимали, что я переживаю, состояние, как будто у тебя вырвались сердца. Честно, я не помню, когда я последний раз такое испытывала ощущение какой-то пустоты, боли физической. Я физически ощущаю боль душевную. Возможно, кто-то меня поймёт, и тоже кто-то это испытывал. Боль, она концентрируется, если на неё обратить внимание, она концентрируется где-то вот здесь, вот прям под ребрами. И вот если туда прям обратить внимание, где у тебя болит, когда ты плачешь, когда ты ходишь, отвлекаешься. Я постоянно отвлекаюсь. И вот, когда ты ходишь, отвлекаешься, а эта боль присутствует всегда. Всегда вот здесь давит. Бывает, пульсирует вот так вот. Давит, болит. Это боль душевная. У меня она концентрируется именно там. Я не знаю, как у кого. И это не важно, какого рода боль. Я имею в виду, ну, то есть душевная, она может быть разная. И в последнее время я всё, что я делаю, говорю, улыбаюсь, делюсь чем-то. Новые идеи, новая работа, обучение, всё, что угодно. всё с этой болью. И я понимаю, что это ненадолго. Всё проходит. Я знаю, что всё проходит. Это факт. И как я с этим справляюсь сейчас? Как долго оно будет, я не знаю. Всё время какие-то факторы и что-то может влиять на это состояние. Сейчас у меня некое состояние неясности. Я не понимаю, как будет дальше. Как будет дальше складываться? Как будет дальше складываться ситуация? Но в данный момент от того, что очень много неясности, на которую я могу повлиять очень минимально, и меня это, наверное, больше всего и расстраивает, что обычно я всё беру в свои руки и всё делаю в своей жизни, да, так, чтобы радоваться. А тут получается, что ты не можешь делать всё. Ты можешь делать только маленькую-маленькую часть, которая влияет очень-очень мало на ситуацию и никак её не меняет. Не меняет её быстро, не меняет её в корни. И единственное, что тебе остаётся, только ждать и работать со своим взглядом на эту ситуацию. Стараться из ситуации, стараться её не культивировать, стараться её не нагнетать, стараться искать в ней плюсы, что очень сложно, но это возможно. И стараться не обращать внимание на эту боль, не зацикливаться на ней. Как я отвлекаюсь? Я всегда вам говорила, что... Почему я ещё снимаю это видео, потому что мне кажется, что, возможно, кто-то тоже есть на той стороне, кто сейчас смотрит моё видео и, возможно, тоже испытывает какие-то такие эмоции, с которыми сложно справиться. Из этого можно упасть в депрессию. На самом деле, у меня так и было некоторое время непосредственно после событий. Когда ты ничего не хочешь делать, тебе вообще ничего не интересно, тебе бы спрятаться под одеялко. И всё. Но на самом деле, это мелко думать только о себе в этот момент. Я сразу себя начинаю, знаете, ругать. Ну, хорошо. Хочешь спрятаться под одеялко, спрячься. У тебя есть пару дней, хочешь неделю. Это сильно ни на что не повлияет. Пару дней или недели из твоей жизни под одеялком. Но потом ты не можешь себе этого позволить, потому что у тебя есть ребёнок, у тебя есть ответственность, у тебя есть близкие, которые будут за тебя переживать, у тебя есть люди, вы, которые тебя любят. Ну, это в моём случае, да. Нам достаточно даже двух пунктов, да. Когда есть ответственность за кого-то и когда ты думаешь о том, как будут переживать за тебя твои близкие. Когда ты в депрессии, когда тебе плохо. Когда тебе плохо, и ты не можешь это контролировать, да, и начинаешь портиться, душевно и внешне, и планы все твои загибаются, и жизнь вообще тебе не милая, ничего не хочется, но человек как-то вот он становится таким, он засыхает, да. И когда это видят твои близкие, твои друзья, им больно, им грустно. Я не хочу, чтобы это испытывали мои люди, поэтому приходится брать себя в руки. Маль, а мужики там не работают. Кисть, ну вообще-то мы уже спать сейчас будем. Там надо будет поменять батарейки. Давай я потом поменяю, хорошо? Завтра. Давай. Я всегда говорила, когда мне говорят о том, как отвлечься, когда какие-то, ну, происходят в жизни события разные, да, и тебе плохо, ты в депрессии там и так далее, как отвлечься. Вот я всегда говорила, что первое, это заняться любимым делом. Делайте то, что вам нравится. У меня просто очень повезло мне в жизни, что у меня есть куда вкладывать свою энергию. Это работа, это блогерство. Там нескончаемое просто количество дел, которые нужно делать, чтобы быть успешным блогером, стараться. Да даже не только успешным, чтобы быть блогером, просто чтобы быть блогером и поддержать, и поддерживать свой канал. Приходится делать очень многое. Вот. И я безумно рада, что у меня это есть, потому что это меня спасает. и я помню те ситуации и те времена, когда мне было плохо и когда мне некуда было девать свою энергию. И вся эта энергия шла на активацию вот этой боли, на культивацию того, как тебе плохо. И всё. И это всё раздувалось, раздувалось, и да, и были депрессии, и было грустно, и жизнь пресная, и вообще не то. Тяжко немного рассказывать, прям не хватает мне дыхания, прям даже. Так и к чему я всё это веду? Сейчас, и не знаю, когда это закончится, у меня очень сложное эмоциональное состояние, очень болезненное, душевное. Я постоянно пребываю, встаю и ложусь с болью в груди. Боль эта ощущается, как физически. И каждый раз просыпаясь и проживая день, каждый раз я стараюсь себя отвлечь привычными своими вещами. Я знаю, что я люблю, я помню, что я люблю, хотя мне сейчас много, что просто неинтересно и не хочется ничего делать. Мне не хочется никуда выезжать из дома лишний раз, я не сажусь за руль. Мне не хочется смотреть даже иногда какие-то сериалы, если честно. Я прям знаю, что я их очень люблю, и они реально помогают мне отвлекаться, потому что, когда ты заглядываешь, переживаешь, если ты веришь в то, что ты смотришь, хорошо играют актёры, всё красиво, ты даже на мгновение забываешь о себе, и ты настолько переживаешь людям, и потом даже иногда, когда такой сильный какой-то трагий фильм смотришь, и просто думаешь, и ты думаешь, боже мой, ну твои проблемы, просто ерунда, вот что там людям приходится пережить, а ты представь, ты бы там оказалась, вот в этой ситуации, а у них там каждый день такое, ну каждый день у них в сериале, да, я такая думаю, ну да, да, главное, что никто не умер, да, главное, что все здоровы, да, вот, то есть, всё, вот в этом смысле, всё хорошо, а значит, всё меняется, всё поменяется, да, но даже, я сейчас сказала, ситуацию, может кто-то меня смотрит, и у кого-то очень сильная потеря в жизни произошла, кто-то, может быть, потерял близкого человека, и это тоже больно, но это всё проходит, и самое главное, просто, пока идёт эта боль душевная, пока сидит, это червоточина, это рана, пока она не заживёт, не затянется временем, нужно жить так, как мы жили, нужно продолжать строить планы, нужно продолжать делать счастливыми, как минимум, своих близких, если не хочется делать счастливой себя, да, но делая себя счастливой, ты делаешь автоматически своих близких счастливыми, те, кто за тебя искренне переживает, вот этим я и занимаюсь целыми днями, и не знаю, вот последнее время, как вы считаете, получается у меня справляться или нет, а снимать, честно говоря, вот поделюсь даже этим моментом, что, честно говоря, снимать в таком состоянии, крайне сложно, но это возможно, я даже, мне кажется, представляю, как это делают актрисы, знаете, вы, наверное, слышали много раз, когда какие-то события в жизни актёров происходили, и они вот рассказывали где-то в интервью, что они выходили на сцену, играли в спектакли, когда там, например, близкий человек какой-то, да, потеряли близкого человека, и в этот же день там спектакль вечером, да, узнают по телефону там какие-то страшные новости, и в этот же вечер спектакль, и вы представляете, что человек испытывает, и, наверное, это говорит о профессионализме, когда ты можешь, умеешь отключить свой мозг и сделать то, что ты делать в принципе должна, должна, потому что ты сейчас это делаешь, и потом ты будешь это делать, а рана твоя, она заживёт, и если ты будешь обращать внимание на свою рану и на свою боль, если ты будешь о ней плакать ночами постоянно, разговаривать об этом со всеми, что-то там, я не знаю, думать и вот это культивировать, ну то есть быть там, быть в этой ситуации долго, да, то есть можно дать себе время, как я говорю, да, но если ты будешь долго в этом во всем находиться, ты можешь себя испортить, потом, возможно, будет очень сложно ещё больше вылазить, и самое важное в этом, что даже те 10%, которые я могу сделать, я делаю, то есть я делаю на максимум, то есть я делаю на максимум, чтобы ситуацию изменить, чтобы ситуацию облегчить, чтобы ситуацию прояснить, то есть вот всё, что я могу из себя сделать, я это делаю, и меня это тоже успокаивает, и ещё есть такое доверие, вот я вам говорила, доверие к пространству, я чувствую некую несправедливость, да, сейчас, ну так вот, поверхностно, если взглянуть на ситуацию, мне кажется, несправедливо, но в то же самое время, мой взгляд, он доверяет пространству, и я верю, в принципе, в справедливость вообще всего в мире происходящего, между людьми и так далее, но, может быть, о чём-то забыли, возможно, это боль, которую я испытываю сейчас, и ситуация, которая сейчас сложилась, условия, которые сейчас сложились, которые мне нужно пережить, я заслужила их, не всё так идеально, может быть, было в моей прошлой жизни, да, но по сравнению с тем, что я получаю от жизни, да, это ещё не... ну и по сравнению с тем, что я получаю от жизни, и по сравнению с тем, как плохо бывает другим, я не хочу себя сильно жалеть. Да, мне больно, да, ситуация вообще, не знаю даже, как назвать, короче, тяжёлая для меня относительно моей жизни, моих всех переживаний. Но её можно пережить, более того, она может ещё измениться. Но вопрос, когда, ничего не известно. В общем, вот такие дела. Короче, ближайшие видео, ближайшее время, я не знаю. Знаете? Просто знаете, что я испытываю не лучший период, я испытываю не лучшие эмоции сейчас. И они идут параллельно всем радостям, которые я могу испытывать. Всем отвлечениям, сериалы, улыбки, дела. У меня много планов, и мне не хочется ходить с угрюмым лицом. Знаете, я ещё читала книгу когда-то давно, по-моему, это был психолог, то ли Козлов, то ли Норбеков. И они, кстати, душевное равновесие восстанавливали с помощью улыбки. То есть если тебе внутри грустно, и ты весь такой, весь поникший, начинай с улыбки, улыбайся. Просто ты должен встать с утра и улыбаться, постоянно улыбаться. И через какое-то время наблюдалось то, что твоя улыбка делает твою эмоцию. То есть ты начинаешь улыбаться внутри. То есть ты не можешь ходить всё время угрюмым с улыбкой. Рано или поздно эта улыбка поселится вот туда внутрь, и там ты начнёшь внутри улыбаться. Вот у них было от тела к внутреннему. И это очень хорошая практика, на самом деле. Я даже как-то помню её и померила на себя тоже. Она работает, реально работает. Попробуйте. То есть через силу. Через силу. Вот и я сейчас... У меня, конечно, есть привычка. Это не первое такое эмоциональное... эмоциональное такое состояние, переживание чего-то такого, да. Всё, оно разное, конечно, такое в первый раз. Но у меня были другие переживания, где мне приходилось отвлекаться и точно так же с некой болью внутри справляться. Просто её наблюдать постоянно. Я уже к ней даже привыкла. Ты к ней сначала привыкаешь, а потом она потихоньку как-то тает, тает, тает. И незаметно... И незаметно ты уже чувствуешь себя хорошо. Но я надеюсь, что всё это скоро изменится, потому что время идёт, ситуация меняется, я верю, я делаю пожелание, что какие-то вещи изменятся, условия сложатся так, что всё будет классно. И тогда в будущем я буду улыбаться над этой ситуацией, вспоминать её и говорить, что она была не зря, потому что начнёшь ещё больше ценить какие-то вещи в жизни и вообще к ним начнёшь по-другому относиться. И, короче, всё изменится благодаря этой ситуации. И я думаю, что всё будет хорошо, мы всё это переживём, проживём. И когда всё изменится, я вам обязательно скажу. Сейчас вот было и будет пока что такое состояние, которое я вам буду стараться ни в коем случае не показать, потому что я не хочу, чтобы меня жалели. Я прекрасно справляюсь со всем. Возможно, вы это видели. Просто сегодня я решила сделать такое видео и, возможно, быть кому-то полезным. Что я говорю и что думаю в состоянии, когда мне плохо? Потому что очень сложно доверять человеку тому, что он говорит, когда он всё время счастлив и всегда улыбается. И всё у него в жизни замечательно. И нет никаких прям эмоциональных падений. Есть. Есть. И почему ещё я снимаю это видео? Потому что такое эмоциональное состояние, прям такое, прям вот такое вот тяжёлое, я вам скажу, да? Вот прям вот сложно избавиться от него. Очень. Влияет на меня. Но я стараюсь справиться. А всё другое, что было в моей жизни, конечно, были какие-то переживания, да, там, сколько я и с подругой высорилась, там, да, и какие-то переживания были в моей жизни, это всё проходило очень ровно. Очень ровно. Оно даже не колебало моё эмоциональное состояние. Вот. И я знаю, что это не самое страшное ещё в жизни, что может произойти. Поэтому тоже не впадаю в сильную депрессию, девочки, если у вас тоже какое-то такое состояние, где вы прям уже всё в депресснике и не знаете, что делать. Просто представьте, что может в вашей жизни быть ещё хуже. И поверьте, ситуации может быть правда очень много хуже. Люди болеют, испытывают физическую боль такую, что не могут терпеть, кричат. Есть вещи, о которых я даже вообще вслух даже боюсь произносить. Что страшное может произойти. Мне кажется, самое страшное для меня. Я даже вслух об этом говорить не буду. Поэтому на фоне таких вещей, которые я могу представить, что может быть, я понимаю, что то, что сейчас мы переживём. Да, тяжело, да, наблюдаем эту боль, вот эту вот рану, которая заживает. Но убеждение, что время лечит, убеждение, что это не самое плохое в жизни, что может произойти, убеждение, что люди переживают намного больше страданий всяких разных, убеждение в том, что я не хочу, чтобы мои близкие расстраивались, видя меня в каком-то грустном и жизненерадостном состоянии, да, но и самое главное, мой ребёнок. Полно причин, чтобы стараться жить радостно, продолжать реализовывать свои планы, не плакать, показывать хороший пример и, в общем, всё будет хорошо. Всё будет хорошо. Это главные мои слова. «Что не убивает нас, то делает нас сильнее». А это вообще мой девиз по жизни. Так что такие дела. Всё, мои хорошие. Я надеюсь, моё видео было полезным кому-то. Для этого оно и снималось. Меня не жалеть, сразу говорю. Всё хорошо. У меня всё под контролем. Я вас люблю. Целую. Как только изменится событие, я думаю, либо вы это заметите, либо я вам об этом скажу. Всё будет хорошо. Всё. Всех вас люблю и прощаюсь до следующего радостного видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok